К нашему эфиру подключается Дмитрий Снегирёв, военно-политический эксперт. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Доброе утро. Доброе утро, рады вас видеть. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот то, что в Авдеевке сейчас происходит с точки зрения выдачи мгновенных российских паспортов, зачем они это делают? Там же людей, да и не особо осталось. Мы видели все этот репортаж, когда охранник церкви выбегал, который брал все эти два года гуманитарку, постоянно от украинских волонтеров, потом кричал, ой, наконец-то вы здесь, надеюсь навсегда. Для чего это? Ну, в городах, в которых понятно, что большое мужское население, они мобилизовывали людей. А здесь в чем причина, как вы думаете? Исключительно политическая причина показать, что Авдеевка якобы уже русская территория закрепленная. То есть исполняется указ президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года о включении так называемой ДНР в состав Российской Федерации, но в рамках административных границ. То есть показывают, что со взятием Авдеевки якобы и исполняется указ и соответственно граница так называемой ДНР продвигается соответственно к административным границам Донецкой области. Ну, коллеги, что показательно? Я хотел бы акцентировать ваше внимание на другом. Авдеевка станет подшефной Челябинской области Российской Федерации. И несколько выдержек из ситуации в самой Челябинской области по сообщениям самих же российских СМИ. Цитирую. «Нет связи, нет средств. Жители аварийных домов Челябинска рискуют остаться на развалинах». Это от 14.07.2003 года. Техника сломалась, работать некому. Чиновники пояснили, что происходит с общественным транспортом в Челябинске. Рождаемость Челябинской области вновь побила антирекорд 90-х годов. Это уже за 29 января. И в правительстве Российской Федерации Челябинск назван как худший город по загрязнению воздуха. Вот эта перспектива та, которая ожидает авдеевку, украинскую авдеевку. Не даже момент раздачи российских паспортов, а неработающий общественный транспорт, отсутствие коммунальной техники, отсутствие рождаемости и, соответственно, загрязненный воздух. И следует говорить о том, что в оккупированной авдеевке, по данным украинской стороны, на момент боевых действий оставалось порядка 800 гражданских. Поэтому говорить о каком-то массовом характере раздачи российских паспортов речь вообще не идет. Это единичные, исключительно показательные акции среди так называемых ждунов. То есть той категории, которая, к сожалению, есть на уже оккупированных территориях Украины. И воспринимать подобные ситуации всерьез, ну я бы не стал. Да, просто можно одну ремарку еще добавлю. Челябинск хотя бы существует инфраструктурно, помимо того, что вы, Дмитрий, сказали. А в Авдеевке, как сообщает все-таки наш генштаб, вообще не осталось неразрушенных зданий. Поэтому проблема была бы только в этом загрязненном воздухе. Города нет? Да, Челябинск, кстати говоря, недавно Путин посещал, но, как вы озвучили, это Челябинску явно не помогло. Теперь, Дмитрий Васильевич, такая очень важная тема, тяжелая, сложная, но обязательно, которую нужно озвучивать. Появилась информация о том, что 24 февраля, в канун второй годовщины полномасштабной войны на Бахмутском направлении, российскими военными, по меньшей мере, 7 украинских защитников были расстреляны россиянами. Наши защитники, которые сдавались в плен. Очередное военное преступление армии врага, которое обязательно, вот сейчас вы видите данные кадры, мы уже видели нечто подобное и на Авдеевском направлении, и вот сейчас предлагаем убедиться в очередной раз, какими методами, если это можно так назвать, работает вражеская армия. Это на самом деле не имеет ничего общего с военной честью и достоинством. Да, это абсолютно не имеет никакого отношения ни к военной чести, ни тем более к достоинству. Данное воинское преступление, оно подпадает по всей классификации воинского преступления согласно международных договоров. Ну, коллеги, на чем бы я хотел опять акцентировать внимание? Вы справедливо заметили, это не единственный случай расстрела военнопленных. Речь идет о том, что подобные факты участились после заявлений украинской стороны, а именно и президента Зеленского, о том, что в жизни военнослужащих есть прерогатива, высшая ценность для украинского руководства и, соответственно, главнокомандующего вооруженных сил Украины Сырского. И поэтому подобные расстрелы следует расценивать как элемент российской информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию как политического, так и военного руководства страны. То есть речь идет о работе по нескольким целевым аудиториям одновременно. Это и военнослужащие вооруженных сил Украины с целью создания определенного климата, и, соответственно, гражданское население, которому будут продвигаться тезисы. И, к сожалению, данные тезисы уже продвигаются так называемыми полезными идиотами. Смотрите, идут массовые расстрелы. А вот высшее военно-политическое руководство Украины заявляло о том, что ценность украинского воина, она в прерогативе решений украинского военно-политического руководства. То есть можем говорить о спланированном характере подобных акций. Причем акции эти несут откровенный, но, скажем так, показательный характер. Заметьте, фиксируются воинские преступления на видео фактически, либо самими оккупантами, либо беспилотными летательными аппаратами. То есть доказательная база уже существует. Казалось бы, ни одна здравомыслящая страна и военнослужащие данной страны не пойдут на подобный характер воинских преступлений. Тем более было заявление российского диктатора. Мы не расстреливаем украинских военнопленных. Мы соблюдаем международные конвенции. Как оказывается, не только не соблюдают, но более того, я еще раз подчеркиваю, используют подобные факты для расшатывания ситуации внутри самой Украины. Я еще раз подчеркиваю, данный момент следует расценивать не только как воинское преступление и соответственно международный терроризм, но и в первую очередь как элементы информационно-психологической операции российских спецслужб. Дмитрий, давайте поговорим о другом направлении. Да, безусловно, зафиксировали этот ужасный факт. Война продолжается. В Маринском. Там 40 раз противник пытался прорвать оборону за последние сутки. 95 боевых столкновений всего было. Об этом сообщает генеральный штаб. Расскажите, пожалуйста, насколько опасна ситуация сейчас там и в случае прорыва, куда может выйти противник. Ситуация тяжелая, давайте называть вещи своими нами. Бои идут в районе населенных пунктов Победа и Красногоровки. Есть определенные тактические успехи оккупантов. В случае захвата населенного пункта Победа, одно из направлений возможных дальнейших движений оккупантов, это в сторону, соответственно, Угледара. Это попытка охвата с флангов позиций украинских войск в Угледаре. Сам Угледар они не могут штурмовать фактически в лоб. Все предыдущие штурмы закончились тяжелейшими поражениями для российских оккупационных войск. Мы все помним теферистские видео сожжения российских танковых колонн с многочисленными жертвами среди личного состава и, соответственно, большим количеством уничтоженной бронетехники. Более того, тогда в российском Новоязи появилось такое название, как «Мурадовщина» по фамилии российского генерала Мурадова, который командовал этими безуспешными штурмами Угледара. Поэтому, понимая возможность дальнейших бесперспективных штурмов Угледара в лоб, ну, по всей видимости, было принято решение о фланговом охвате украинских позиций в районе Угледара. Чем примечателен Угледар, это и географическое его положение. Он находится на господствующих высотах, что не позволяет оккупантам прорваться непосредственно на позиции вооруженных сил Украины. Ну и, соответственно, от Угледара это близость к основным локациям российских оккупантов. Это, в первую очередь, Волноваха. Возможность вооруженных сил Украины держать под огневым контролем стратегические пункты, локации российских оккупантов. Не случайно именно Угледарское направление в свое время рассматривалось оккупантами как потенциально возможное для уже украинского наступления в 2023 году. Поэтому вот одно из направлений возможных продвижений оккупантов со стороны победы, то есть Маринского направления, это как раз Угледарское направление. Второй фланг наступления, я не исключаю, это Кураховское направление. Это выход непосредственно от Курахова. Кроме того, что это ключевой пункт украинской обороны, это еще и важнейший энергетический хаб. Кураховская ТЭЦ, она запитана, фактически, ну, дает возможность в случае ее контроля обеспечивать электроэнергией значительную часть оккупированных территорий Донецкой области. Поэтому в этом и заключается основной замысел оккупантов. Это сочетание и, соответственно, военных и экономических целей в моменте проведения наступательных операций. Дмитрий Васильевич, спасибо вам большое за объективный анализ сложившейся ситуации. По-моему, очень так продуктивно поговорили, озвучили и показали те вещи, которые наша аудитория должна видеть. Военные преступления армии врага. Аэропоритический аналитик Дмитрий Снегирев присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.